Здравствуй, учитель! Будет ли достойно верующего мужчины оставить больную мать, психически и физически, которая избегает медпомощи, всячески противится усилиям сына, открыто ненавидит, проклинает, гонит его к тебе? Здесь не до конца понятна практическая сторона. Но он не решается уехать, будет ли это слабостью, если он ее... Слабостью однозначно нельзя здесь назвать. Поэтому я говорю, здесь не до конца понятна практическая сторона, чтобы более точно определить целесообразность усилий, которые возможны в этом случае. Но если, прежде всего, говорится об оставлении человека, который, во-первых, является мамой, это серьезный довод, которая больна, тоже серьезный довод. Нездорово психологически это тоже один из аспектов серьезного довода, где уже на многие ее действия можно не воспринимать их всерьез. То есть это болезнь провоцирует ее к каким-то действиям, поэтому на это надо посмотреть уметь и благоприятно, не осуждая ее и не пользуясь этим как моментом каким-то, который разрешает те каким-то другим действиям. То есть это нельзя воспринимать серьезно. Поэтому одного этого обстоятельства, описанного для того, чтобы оценить целесообразность усилий остаться или уехать, недостаточно. И в то же время можно сказать, что здесь нельзя однозначно усмотреть, что это будет слабость мужчины, если он останется с ней. Так что пока нет причин на эту тему волноваться, надо продолжать, пробовать помогать. То есть это тоже одно из служений. Когда вы помогаете больному, это тоже одно из служений. И как бы он к вам ни относился, это не запрещает вам постигать духовные истины. То есть это не может препятствовать постигать истины. Но это еще и располагает к более каким-то интересным возможностям проявить себя верующим. Потому что произойдет провокация с той стороны, которая может быть очень смущающей. Но надо уметь и это правильно решить. Так что это в данном случае мы можем рассмотреть лишь с такой вот обобщающей стороны, не переходя к большей подробности, потому что тогда уже нужны другие факты. Более конкретные. Там нужна другая плоскость рассмотрения проблемы. Еще от себя попробовать можно? Да. Ну вот не могу найти многие годы, как творческое направление свое, и как-то вот воображением, что ли, это пробовать развивать сначала. Вот не знаю, сердце ни к чему не откликается. Может, надо попробовать все это? Про что? Ну, руками творить что-то новое. Чтобы понравилось, чувственно, вот проникнуться и... Понятно. Мастерство новое. Понятно. К мастерству изначально. Вы должны вот это понимать. Прежде всего, с самого начала, когда вы только начинаете развиваться, а это момент, когда мы рассматриваем, вот душа, она создана, сотворена, укомплектована всем необходимым. И вот вы рождаетесь, и происходит воплощение в тело. В этой душе не может быть опыта жизни. Творчество — это уже опыт. Какой-то конкретный художник, ремесленник, еще кто-то, поэт. Это определенный тип творчества, он связан с опытом. У вас заложена основа, которая должна подталкивать вас к творчеству, к проявлению творчества. То есть, к проявлению вашего стремления выразить любование. Оно еще подкрепляется чувственным миром вдобавок. То есть, вы не сможете этого обойти. Так вот, заложен толчок. Но там не заложен художник, живописец, поэт, кузнец. Там не заложен. То есть, вы имеете некую основу, но дальше, в зависимости от того, как вы начинаете жить, вы сталкиваетесь с теми или иными обстоятельствами. А порой, даже не имея собственного выбора, начинаете постигать какое-то действие в жизни. То есть, в древности сын родился у кузнеца, и кузнец передает ему с младенчества этот навык. И сын кузнеца становится кузнецом. Ему некуда дальше пойти. Он ограничен разными условиями. Ему просто некуда идти. Он понимает, что это дело важное. Оно очень нужно в жизни людей. И он совершенно естественно начинает перенимать навык отца. Вы перешли в ту ступень развития, где у вас появляется огромная свобода выбора. Вы не ограничены такой привязкой к семейным традициям. Хотя они тоже играют роль и продолжают где-то быть. Поэтому сейчас вы в этот период времени находитесь в условиях, можно сказать, даже более сложных в качестве выбора. Хотя выбор увеличился. Но вы начинаете метаться. Это все равно, что как, может быть, так можем улыбнуться. Женщине нравится красиво одеться. И вот она приходит в магазин, где огромное количество разных платьев. Вы думаете, она спокойно подойдет и возьмет, что надо. Просто так вот. Так нет, она же все пересмотрит. Она же будет ходить, выбирать. Она проведет целый день в зависимости от того, сколько их там этих платьев. А если что сказать, вот тут бесплатно выбрать, но надо только одно взять. И дайте там 10 тысяч вариантов. Она там спать не сможет. Она же будет ходить, выбирать. Потому что иначе зайдет кто-то другой, заберет там. Вот мы такое шутливое сравнение приводим. Так так же и у мужчины. Как будто бы, вроде бы, за многое можно взяться. А за что он не знает. И пробует пойти путем, когда он прислушивается к себе, где-то хочет найти эту заинтересованность. И вот тут вы попадаете в определенные трудности. Потому что эта чувственная заинтересованность будет связана только с опытом. То есть, если вы однажды, как я уже проводил параллель, сын был у кузнеца и обучился кузнецу. Он провел жизнь в кузнечном деле свое. То вот в следующий раз рождаясь, вы, не осознавая того, начнете тяготеть к работе с железом. То есть, что-то чувственное вас будет к этому тянуть. Вы не будете понимать, почему. Потому что у вас новое тело, новое сознание, новое восприятие реальности. А памяти на уровне сознания нет. Оно новое сознание. Сознание характерно новому рожденному организму. Память есть только в душе. Но там нет сознания. Это другая структура. И вот это чувственное тяготение вы начинаете испытывать. Вот поэтому, именно благодаря тому, что люди вот так переплощаются, можно увидеть, какие разные дети появляются. Одни какие-то странные, талантливые. Другие совершенно как будто бы бездарные. Им вообще ничего не интересно. Начинают думать, что это родители такие-то. Или такие-то всякие неправильно воспитывают. Это совсем не имеет отношения к воспитанию. Это опыт души. Поэтому одни быстро определяются, что им нравится. Другие никак не могут понять. И вот тут не надо пугаться. Беритесь за любое творчество, которое рядом как-то может у вас быть проявленным. И которое нужно людям. Живя на земле, все ремесла, какие вы можете представить, они все нужны. Вы во всем нуждаетесь. Вы просто ориентируйтесь на простой такой, возьмите для себя ориентир. Магазинов нет. В чем вы нуждаетесь? Вы нуждаетесь в железных изделиях, вы нуждаетесь в деревянных изделиях, вы нуждаетесь в гончарных изделиях. Вам же взаимодействовать с окружающим миром, с природой. Что-то нужно готовить для себя, для ближних. То есть возникает масса таких элементарных вещей, которые надо сделать. Их нельзя купить, к примеру. Ну невозможность купить. Что-то случилось. Вот и все. Выбирайте любое действие и пробуйте постигать его красоту. Невзирая на то, нравится вам или не нравится, у вас этого может не быть привязки этой. Не ориентируйтесь на нее. А то иначе у вас получается какая-то, ну будет странная картина. Вы начнете браться за одно, как-то вроде не то. А внутри соблазн крутится, а вдруг вам надо что-то другое. Вы бросили это, пошли другое делать. Опять что-то не то. Вы можете перепробовать все и что-то не то. А соблазн внутри крутится, а вдруг вы что-то прошли мимо, а вдруг что-то другое ваше главное занятие. И вместо того, чтобы жить, вы все время ищете. И ничего не находите. То есть время у вас в какой-то мере даже впустую проходит. При этом вы неизбежно начнете не совсем мудро смотреть на жизнь. Ведь вы волею каких-то обстоятельств неизбежно оказываетесь в тех местах, где для вас наиболее благоприятно быть. Вы об этом забываете. Вам все время кажется, что у вас как-то все-то что-то вы не так решили, наверное. Вы где-то допустили, видимо, ошибку. И вы больше мечетесь. Отвергая то, что Богом вам дается. Вы, получается, не относитесь к этому данному вам. Благоприятно. Вы не принимаете это благодарно. Вы продолжаете искать. То есть тем самым вы отвергаете все Божье, что связано с вами. Ведь вы не случайно соединяетесь. Если вы прилагаете какие-то усилия в каком-то поиске, вы неизбежно будете находить то, что вам надо находить. Надо находить. И оно будет нужно вам. Поэтому, если, прилагая какие-то жизненные усилия, вы оказались в каких-то условиях, присмотритесь к тому, что вокруг вас есть. Нужное вам рядом где-то находится в этих условиях. А не где-то вообще в другом месте. И попробуйте быть полезными людям в этих условиях. Если чего-то нет, сделайте это сами. Дайте людям. Ближним вашим. Будьте им полезны. Поэтому мужчина это, по идее, то существо, о котором надо говорить, что он мастер на все руки. Вот это нормальный мужчина. Когда о нем скажут, у него руки из нужного места растут. Вот. Это подразумевается, что человек, он за что бы ни взялся, он сделает нормально, добротно, качество. От совести своей. Он максимально постарается сделать это интересно. Вот мужчина. Это мастер. И не обязательно в каком-то одном узком поприще. Он может постигать все. Пожалуйста. Это нормально. Поэтому смело берешься и постигаешь. И отдай этому свою жизнь. Но если в процессе потребуется от тебя что-то другое, оно само придет к тебе, создадутся какие-то дополнительные условия, и ты взвешивая их поймешь, что надо было бы и это тоже освоить. И начинай пробуя осваивать и это тоже, не бросая первое. Опять же время покажет. Может быть тебе постепенно надо будет переключиться уже на второе действие, на них какое-то время оставив первое. Но пусть эти обстоятельства сами тебе помогут увидеть эту необходимость. Не когда ты просто гадаешь, а вдруг тебе обстоятельства должны показать эту благоприятность. И вот тут главное не напортачить, не начать смущаться там, где не надо этого делать, а пробовать. Пробовать, а дальше ты в любой момент можешь поменять свои действия, если увидишь, что ошибся. Но не пугайся, не смущайся, не надо суетиться. Но прежде всего надо увидеть. И оценить, как ты именно ты можешь. Не как кто-то тебе скажет, а ты как оценишь, что это хорошо, надо попробовать. Есть такое обстоятельство, когда вы выбираете правильное решение, у вас бывает возникает необходимость испытать. И это вы с этим тоже неоднократно, я думаю, многие столкнулись. Когда вы выбираете интересное решение для себя, тут же появляются советчики, которые вам говорят совершенно о другом. И пробуют отговорить сделать это действие, показывая какие-то параллели, проводя доказательства, что надо что-то совсем другое сделать. Или, по крайней мере, это делать не надо, это все ерунда. Вот главное не поддаться в этот момент на этих советчиков. Потому что все, что они говорят, любой человек, все, что он говорит, это касается его личной судьбы. Вы не можете говорить того, что касается судьбы другого. Вы выражаете то, чем наполнены. У вас есть свои ценности, и они диктуют вам ваши действия. Вы не можете знать ценности другого человека. А значит, и подсказать на самом деле, что для него благоприятного, вы в принципе не можете. У вас нет таких возможностей. А вы только этим и занимаетесь. Что пробуете повезти кого-то куда-то. Подсказать, как было бы лучше. Это космическая глупость, которая есть только у человека. Но вы этим пока еще очень дорожите. Поэтому надо научиться не поддаваться этой глупости. Учитесь принимать собственные решения. Особенно как мужчине. Просто сказать, ты мужик или кто. Считаешь, видишь правильно, так делай. Что ты слюни развесил, слушая, что тебе говорят другие. Вот и делай. Увидишь, ошибешься, исправь ошибку. Понял, что не нужно делать, не делай. Но это твое должно быть решение. Вот такой простой подход себе напоминай. Так мужик ты или нет? Вот выбери и сделай. Благодарю. Правильные ли фразы, высказанные при муже в ситуации? После дождя увидела, что налила воды. И закрывая окошко, проговорила. Надо закрывать окошко наискосок. Давай будем закрывать окошко наискосок. Нормально так? Ну, в этом случае никакого нарушения нет. Наискосок как бы так не нарушает никаких законов. И то, что ты так проговариваешь, тоже. Это уже зависит от того, как вы вообще отношения выстраиваете с мужем. Есть вещи, которые для кого-то могут казаться грубыми. А в какой-то семье это муж вполне приемлемо и вызывает только улыбку. Это зависит от ваших воспитаний, каких-то эмоциональных предрасположенностей. И вы можете все это по-разному проявлять. Тебе главное прислушаться к одному. Придираешься ли ты к мужу? Пробуешь ли ты его направить? Действие его в каком-то направлении. Вот прислушайся к этим ощущениям. Вот этого у тебя не должно быть. То есть, если ты где-то смущена какими-то его действиями, хочешь подправить, чтобы как бы убедить его что-то делать, и начинаешь проговаривать фразы, то даже если ты их очень нежно и красиво проговоришь, они неуместны. Потому что ты выразишь то, что в тебе не должно быть. Не надо мужа направлять куда-то, что-то делать. Ты можешь что-то проговорить смущающее, как-то поделиться, но не пробуй его направлять. Вот надо стараться этого избегать. Это будет пока сложно делать, потому что вы слишком большую предрасположенность имеете вот так воздействовать друг на друга. Пробовать направить друг друга, другого, ближнего в благоприятном для вас направлении, которое вы лично видите правильным. Вот эта попытка управлять друг другом, она неуместна. Вот прислушиваться надо к вот этим внутренним мотивам. Что подталкивает тебя это сказать? Если ничего этого нету, да все фразы будут нормальные. Я была немножко взволнована, потому что уже не первый раз там накапала на мою одежду. Ну, всё, вот. Можно ничего не говорить. Ты просто подошла, закрыла. Понимаешь, что мужчина может всё-таки упорно делать так, как ему нравится, а это может накапать, привести к тому, что накапает на твою одежду. Ты уже заранее очень мудро поступаешь и уже не кладёшь одежду там, где на неё могут накапать. И всё. А он продолжает закрывать, как ему нравится. То есть ты обыгрываешь ситуацию, но не выправляешь его. Ты подстраиваешься под него. И если он где-то какие-то шаги делает в башмаках грязных, ну, старайся туда бельё не складывать в этом месте. Потому что он всё равно пройдёт в этом месте. А то тебе нравится вот именно здесь положить бельё. А потом говоришь, ну, вот зачем ты ходишь, ты что, не видишь, что я тут бельё складываю? Вот в этой ситуации, чтобы не было. Опять же, это очень хорошо, вот такое характерное вам действие. То есть вы, опять же, заставляете других действовать так, как вам нравится. Нельзя. Это неправильный подход. А если я так, ну, хотела выразить проблему, как бы я имела в виду и себя, и его, конечно. Ну, больше себя, но и его, потому что, ну, как бы он окошко открывает, скрывает. Надо найти варианты. Попробовать, конечно, разговаривать можно. То есть какие-то вещи согласовывать вполне нормально. Но прислушайтесь к себе, в какой-то момент вы делаете, как вы это делаете. Здесь уже нельзя дать одну подсказку. То есть обстоятельства, где какое-то ваше взаимодействие может связано быть с разным подходом. И возможность как-то это скорректировать, ваше взаимодействие, оно допустимо. Это нормальная попытка. Ненормальным начинается там, где уже связано, как вы это делаете, в каком состоянии вы это делаете, какие фразы к этому случаю подбираете. Вот тут уже может возникнуть накладка. Но не сам момент вот этого согласования. Он не может быть однозначно неправильным. Он нормальный. Потому что вы все видите по-разному. Значит, если надо сделать какое-то одно действие, вам неизбежно придется согласовывать и либо выбрать третье действие, которое не характерно ни одному, ни другому, либо кому-то надо подчиниться тому, что предлагает другой. То есть отказаться от своего решения. Это как бы неизбежно происходит. Вы выбираете конфликт, как правило. Ни то, ни другое, ни третье решение. Просто конфликт. Надо отстоять свое решение. А если другой не хочет видеть ваше решение, не принимает его, видимо, он не любит, видимо, уже что-то другое происходит, и вы начинаете еще больше волноваться, додумать всякие глупости, и конфликт начинает разрастаться. Он ведет обязательно к развалу ваших взаимодействий, взаимоотношений. Поэтому где-то надо уметь, очень умело, просто отказаться от своих каких-то пожеланий. Ничего тут страшного нет. Это нормальное ваше стремление быть рядом, быть помощником. Для женщины это вообще очень ценное явление. Очень важное. В общем, я поняла, что если я немножко взволнована, лучше мне тогда подождать, пока я совершенна. Да, можно подождать, подождать у возможности успокоиться. И потом, если ты видишь, что в данном случае, опять же, смотрим, вещи какие-то, которые ты пробуешь складывать и хранить, их наиболее благоприятно держать именно в этом месте. Но если при этом окно будет открываться вот таким-то образом, то есть вероятность испортить вещи. Ты просто показываешь мужчине, что вот такой момент, что ты наиболее благоприятно, вот здесь это хранить. Но если вот так сделать, то есть такое обстоятельство, когда они могут просто испортиться. Можно ли так сделать? Ты сможешь так делать? Ну ты как пробуешь с ним разговаривать. Задаешь ему вопрос, где ты уже готова принять любое его решение. А не так. Не могли бы ты сделать так вот, чтобы этого не было? Не надо вот такое все делать. Ты просто спрашиваешь, это не будет трудно. Ты сможешь так сделать? Он говорит, нет, я не хочу так делать, я могу не заметить. Хорошо, ладно, я тогда по-другому попробую это сложить. Я придумаю что-нибудь, ничего. То есть ты соглашаешься с его каким-то другим решением, не происходящим на волне твоих каких-то пожеланий. Все улыбнулось и приняло его решение. Его неготовность делать так, как тебе нравится. Это надо суметь принять благосклонно, благодарно. То есть быть в нормальном настроении. Позволить мужчине выразить свою волю. Это нормально. Ему это важно. И вам важно, чтобы мужчина чувствовал себя мужчиной рядом с вами. Все будет отлично тогда. Ведь во всех таких взаимодействиях важны ваши отношения к друг другу, ваше состояние, а не вещи. Причем здесь вещи? Никакая вещь не бывает выше по ценности того, что касается вашей души, ваших чувственных особенностей. Они прежде всего, выше всего. И во имя их вам и все и строить приходится, где-то перебирая какие-то вещи в своих руках и что-то делая. Но не они важны. Храните ваше состояние. От него вообще сейчас весь мир зависит. Вся человеческая цивилизация зависит сейчас от ваших состояний. От того, как именно в этот период вы начнете уметь хранить вот это хорошее свое состояние. Человеческое нормальное, человечность свою сохранить. Человеческое – это доброе, это уважительное отношение друг к другу. Это способность быть терпеливым, относиться с пониманием действия ближних, быть готовым всегда оказать помощь, быть скромным, смиренным. Вот эти качества, важные ценности, относящиеся к человечности. Ну и многих деталей, нюансов, которые еще можно много перечислять. Но это вот прежде вы должны помнить всегда и пробовать это хранить. Не переходите на другие рельсы, это просто убьет вас сейчас. Здравствуй, учитель. Два дня назад мы переехали на хутор рядом с деревней, в строящийся дом, в палатку под навес. И встал вопрос о том, на чем готовить. На мое предложение купить плитку газовую и газовый баллон муж отверг, сказал, что это незорничный вариант. И как альтернативу предложил, что он сейчас делает какую-то небольшую маломощную электрическую плитку. А у нас там солнечные батареи, они очень маломощные. И что? И ты начала рассчитывать, рационально или нерационально. Нет, я просто хотела спросить, можно ли на подаренные родственниками деньги купить газовую плитку и баллон? Это ваше совместное должно быть усилие, где вы вместе решаете. И ты должна у него спросить. То есть, если он против, то лучше не делать. Конечно. Будешь с трудом на этой маломощной плиточке, пока хватает солнца, готовить что-то, что успеешь. А потом улыбнешься, прости, но солнце кончилось. Не доварилась картошка, но что могла. На спичках не получилось доварить. Пусть он дальше думает. Но не надо, это уже не твоя ответственность. Ты постаралась сделать от себя зависящее от тебя. Именно в предоставленных тебе условиях. Но какие условия в этом случае предоставит он, это уже его ответственность. Он должен их предоставить, не ты должна найти. Понятно, спасибо. А можно второй вопрос? У нас дом строится довольно долго, уже 5-6. Мы переезжали уже раз 8, наверное, из дома в дом. И он старается очень скрупулезно все делать, быстро не получается. И сейчас, поскольку мы живем в палатке, и видно, что лето-то не длинное, и ночи будут скоро холодные. И я вижу, что мы не успеваем. Но это мое такое пределение. Можно ли сделать что? Можно ли... Вот мне предлагают подруги, если будет холодно, переехать к ним. Но только мне одной. Ну, спроси мужчину. То есть, как он видит? Ты меня спрашиваешь, где как будто бы непонятно, он вообще рядом, в каком качестве находится. То есть, можно ли тебе сделать? И все, ты спрашиваешь. И мы даже не рассматриваем, а как он к этому относится. А может быть, он страдать будет. Или может быть, с удовольствием сказать, да, конечно же, переехать. Я понимаю, что все это сложно. Давай пока там поночу. Я очень рад буду. И буду спокоен, что с тобой все нормально. Потому что я понимаю, что не успеваю я сделать. И он спокойно это примет. Может быть, даже это его порадует. Но он спокойно примет, я уверена в этом. Просто как мой шаг. Вот ты поделился. Дальше ты решаешь. Но вообще-то же не лучше не уходить. Вот я про это. А ты спрашиваешь, как будто предполагается другой ответ. Если ты задаешь вопрос, значит, предполагаются варианты. И я мог бы сказать, да, знаешь, лучше, конечно, подальше там в тепло, в уют. Пусть он там сам разбирается, с чего это не хватает. И пусть ускоряется в своих усилиях. Надо быть рядом. Надо разделять все трудности вместе. Это наилучшее. Вы для этого, опять же, и делаете этот шаг к единству. Чтобы вместе делить и радости, и горе. А так получается, ну пусть он горе поделит один. А у тебя есть возможность немножко сгладить этот вариант. И ты быстренько срулишь оттуда. Конечно, это не исключается. Это не значит, что ты должна быть до последнего, уже там на последнем вздыхании. Нет, я думаю, он сам не будет этого ожидать и желать этого. И он сам тебя с удовольствием куда-то отправит, чтобы тебе было легче. Но изначальный порыв должен быть вместе. Пока есть возможность тянуть вместе что-то, надо быть вместе и разделять это все. И поддерживать его. Я поняла. Спасибо большое.